Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Взломали протона, украли полтора миллиона рублей. Блогера-миллионера ограбили. Кинули на полмиллиона рублей в криптовалюте. Взломали криптобиржу. В Японии украли криптовалюту. Если покопаться в интернете, таких историй можно найти огромное количество. Для целого романа точно хватит. Поэтому сегодня я расскажу о способах держать свою криптовалюту в безопасности. Прежде всего, давайте не будем кривить душой. Основная причина, почему вы инвестируете в биткоин или другие криптовалюты, заключается в вашей надежде, что однажды ваши инвестиции будут стоить целое состояние, которое кардинально изменит вашу жизнь. Если бы я у вас спросил, что самое худшее может произойти в криптовалюте, вы бы, наверное, ответили, биткоин и криптовалюта никогда не станут популярными и все рухнет. Это хороший ответ, но я думаю, что самая худшая вещь, которая может произойти, это потеря всех ваших инвестиций из-за взлома и кражи. Сейчас вам 20, вы молодой, активный, но лет через 40 в кругу своих внуков, что вы им расскажете? Вы скажете им либо, о, внученьки, я хранил свои монеты на холодном кошельке, кого-то взломали, а меня нет, поэтому я такой богатый. Или вы скажете им, твоя пятилетняя куртка все еще неплохо сидит на тебе, зачем тебе новая? Давайте постараемся не стать вторым дедушкой. Прямо сейчас опубликую опрос для вас. Где вы храните самую ценную криптовалюту? Большую часть стоимости моего портфеля занимает биткоин, поэтому я отвечаю, что храню биткоин на флешке. В конце видео посмотрим на результаты опроса. Начнем с самого лучшего варианта для хранения криптовалюты с моей точки зрения. В описании под каждым видео я пишу, что храню самую ценную криптовалюту на флешке Ledger Nano S. Это холодный аппаратный кошелек, и я считаю, что лучшего варианта просто нет. Если вы держите свою криптовалюту офлайн, то никто не сможет получить к ней доступ. Самые популярные такие кошельки это Ledger Nano S и, конечно же, Trezor One. Возможно, вы слышали о таких вещах, но до сих пор их не приобрели. Ребята, если вы задумались о покупке такого кошелька, вам нужно запомнить одну важную вещь. Ни в коем случае не покупайте их у различного рода реселлеров. Возможно, среди них и можно найти оригинальные, защищенные, безопасные устройства. Но зачастую, купив у реселлера такой кошелек, вы рискуете распрощаться со своей криптовалютой. Я рекомендую заказывать такую флешку только напрямую от производителя во Франции. Хранить на такой флешке можно внушительное количество криптовалютных активов, начиная от известных и популярных, и заканчивая такими, о которых многие даже и не слышали. Список просто огромный. Кстати говоря, есть еще и такой вариант Ledger, чем-то похожий на мини-планшет, но и стоимость значительно отличается. Здесь и интерфейс будет поудобнее, и больше поддерживаемых криптовалют, но устройство тоже побольше размерами. Как по мне, Ledger Nano S куда удобнее, поэтому я ими пользуюсь. Ledger Nano S возможно приобрести за 99 долларов, а вот Trezor One за 80 долларов. Но мне Ledger все равно больше нравится. На самом деле, на таких кошельках все еще нельзя хранить все существующие криптовалюты. Но я думаю, что большую часть депозита вы инвестировали как раз в поддерживаемые ими монеты. Лично я на своем Ledger храню только самые крупные суммы. Например, у меня есть Ripple на 100 баксов на бирже. Если кто-то взломает биржу и украдет эти монеты, я не особо буду по этому поводу волноваться. Поэтому прежде чем покупать такой девайс, вы должны спросить себя, а если я потеряю эти монеты сегодня, сильно ли я расстроюсь? Вот свои эфириумы я точно терять не хотел бы, потому что в случае потери этих монет я очень сильно расстроюсь. Поэтому инвестиционную часть крупных для себя инвестиций я держу только на холодном кошельке. Но допустим, у вас нет денег на холодный кошелек. Хотя это достаточно странно, если вы, инвестируя тысячи долларов в криптовалюту, не находите сотню на флешку кошелек. Ну, всякие могут быть ситуации. Ребята, есть еще один вариант холодного хранения криптовалюты. Это бумажные кошельки. Вот так они выглядят. У меня, кстати, где-то пылится такой для собака коинов. Я не продам свои доги коины. Никогда. Это бесплатный холодный кошелек. По своей сути, бумажный кошелек это документ с копиями публичного и приватного ключей. Также на нем есть и QR-код для быстрого совершения транзакций. Такой кошелек хранится офлайн и поэтому не подвержен кибератакам или сбоям оборудования. Вы сможете сделать такой кошелек для биткоина, эфириума, XRP, кардана. Да там, по-моему, чуть ли не все криптовалюты такое поддерживают. Что неудобно в бумажном кошельке, это то, что в отличие от того же Ledger Nano S, он не мультивалютный. Поэтому для каждой криптовалюты, хранимой вами, придется печатать отдельную бумажку. На самом деле это достаточно забавно. Когда я получал доги коины от своей подруги, она просто просканировала мою бумажку и я получил собачек на свой кошелек. Чего боится бумажный кошелек? Прежде всего воды и огня. Поэтому если у вас случится пожар, наводнение или разведутся бумажные клещи, тогда придется со своим криптовалютным богатством распрощаться. Ведь вариантов восстановить уничтоженный бумажный кошелек просто нет. Если вы хотите создать такой бумажный кошелек для любого альткоина, просто погуглите, как создать бумажный кошелек. Вот, например, инструкция для биткоина. Ребята, если вы не хотите заниматься холодным хранением криптовалюты, тогда лучше поискать способы лучше, чем холдить на бирже. Биржа это самый небезопасный вариант, потому что их часто взламывают. Если у вас нет возможности холодного хранения, лучший вариант это то, что называется горячий кошелек. Это кошелек на вашем компьютере или смартфоне. Например, всем известный MyEtherWallet. Если вы храните какой-нибудь альткоин на бирже, так сказать, до лучших времен, лучше бы отправить его отдыхать на горячем кошельке. А найти горячий кошелек для конкретной криптовалюты достаточно просто. Находим веб-сайт проекта, который можно найти на CoinMarketCap. Видим забавные головы, внутри которых постоянно что-то происходит. Выбираем вкладку кошелек и скачиваем на Mac, Android, Linux, Windows, на все популярные операционные системы. Самое главное в этом деле скачивать официальные кошельки. Моя рекомендация для горячих кошельков, да и вообще для криптовалютных операций, использовать отдельный ноутбук или смартфон, которыми вы больше нигде не пользуетесь. И желательно, чтобы это был Apple. Например, у меня горячие кошельки криптовалют находятся на MacBook, которым я пользуюсь только для оффлайн операций. Например, монтаж видео. А теперь посмотрим, где храните криптовалюту вы. За это время проголосовало более 200 человек. И 55% из них хранят свою криптовалюту на бирже. Что ж, достаточно удобный способ, но самый небезопасный. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, почему бы не поставить лайк? Вам это ничего не стоит, а мне это является поддержкой. Подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Это моя мотивация для выпуска новых видео. А также не забывайте оставить комментарий. Возможно, у вас есть какие-то неприятные истории, связанные с потерей криптовалюты. Было бы интересно почитать, да и свои какие-то выводы сделать, чтобы не повторять такие ошибки. А меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»